В сегодняшнем уроке мы подробно рассмотрим на основе примеров дополнительный падеж турецкого языка «Падеж равнения». Падеж равнения выражает подобие, образ действия, мнение или общность. Отвечает на вопросы ким, де, киме, гюре, почему, мнению, не, де, на каком языке или насыл, как. Падеж равнения имеет два варианта аффекса для твердых гласных и для мягких гласных. Для твердых гласных «а», «ы», «о» и «у» это аффикс «дя» или «ча», и для мягких гласных «е», «и», «ы» или «ы» это аффикс «дже» или «че». Если слово заканчивается на звонкую согласную или на гласную букву, то мы используем аффиксы «дя» и «дже». Если слово заканчивается на глухую согласную букву, то мы используем аффикс «ча» или «че». Давайте рассмотрим примеры использования падежа равнения. В использовании с личными местоимениями он имеет значение по мнению. Например, если к личному местоимению добавить аффикс падежа равнения, мы получаем «бендже» по моему мнению, «сендже» по твоему мнению. Это будет равносильно «бендже» банагюре или «сендже» санагюре. Банагюре или санагюре — это, дословно если перевести, будет относительно меня, например, банагюре, или относительно тебя, санагюре. Или с твоей стороны, с твоего взгляда. Ну, как бы по-смысловому мы переводим как по моему мнению или по твоему мнению. Дальше. Местоимение третьего лица единственного числа у нас О. При добавлении аффекса добавляем еще соединительную частицу НЕ. Но в данном случае аффекс падежа равнения не добавляется к третьему лицу единственного числа. Мы не говорим ОНДЖА. Это будет неправильно. Так не используется. Если мы хотим сказать по его мнению, то нужно говорить ОНАГЮРЕ. И все. Другого варианта нет. Потом БИЗДЕ или БИЗЕГЮРЕ это по нашему мнению. СИЗДЕ или СИЗЕГЮРЕ по вашему мнению. И опять же ОНЛАР это ОНИ. Но мы не говорим ОНЛАРДЖА. Это будет тоже неправильное использование. Здесь мы, если хотим сказать, что по их мнению, то говорим ОНАРАГЮРЕ. С аффиксом падежа равнения третье лицо мы не используем. Посмотрим примеры. Например, СЕНДЖЕ БУДОУРУМУ. По-твоему, это правильно? СЕНДЖЕ БУДОУРУМУ. БИЗДЖЕ БУДОУРУДИИЛЬ. По нашему мнению, по нашему, по нашему мнению, это неправильно. БИЗДЖЕ, по нашему мнению, БУДОУРУДИИЛЬ. Или, например, БЕНДЖЕ БУФИЛЬМ ЧОК ГЮЗЕЛЬ. На мой взгляд, или по моему мнению, этот фильм очень хороший. БЕНДЖЕ БУФИЛЬМ ЧОК ГЮЗЕЛЬ. Следующее использование падежа равнения, оно может придавать слову значение подобно. Вообще, использование падежа равнения в разных ситуациях дает совсем непохожие значения. То есть, могут быть смысл, который придает он словам, совсем не похожи друг на друга. Вот давайте посмотрим, когда придает слову значение подобно. Например, ЧОДЮ КЛАШ КАРДЕЩЧЕ ОЙНЁЁРЛАШ. КАРДЕЩЧЕ будет переводиться как БРАТЬЯ в данном случае. Например, КАРДЕЩ ГИБИ. Слово ГИБИ это как. Используется тоже не перед словом, а после слова. В русском языке мы говорим КАК БРАТЬЯ. В турецком же говорим дословно БРАТЬЯ КАК, что переводится на наш, опять же, как БРАТЬЯ. КАРДЕЩ ГИБИ. Но это слово ГИБИ может заменять аффикс падежа равнения. И получается ЧОДЮ КЛАШ КАРДЕЩЧЕ ОЙНЁЁРЛАШ. Дети играют по-братски, как БРАТЬЯ. То же самое можно сказать, используя ГИБИ и получим ЧОДЮ КЛАШ КАРДЕЩ ГИБИ ОЙНЁЁРЛАШ. Или, например, ИНСАНДЖА ХАРИКЕТЕТМЕКИ. Действовать по-человечески. Вести себя или действовать по-человечески. Да, ИНСАНДЖА. Здесь такой же смысл. ИНСАНГИБИ. Как человек. То есть действовать как человек. По-человечески. ИНСАНДЖА. ИНСАНДЖА ХАРИКЕТЕТМЕКИ. Или, например, СЕН ЧОДЮКЧА ДАВРАНЁРСУ. Ты ведешь себя как ребенок. ЧОДЮК ГИБИ. Или ЧОДЮКЧА. По-детски. СЕН ЧОДЮКЧА ДАВРАНЁРСУ. Следующее использование падежа равнения может обозначать состояние действия и отвечать на вопрос КАК. Ну, или НАСЫЛ по-турецки. Или КАКИМ ОБРАЗАМ. Это у нас происходит, когда мы используем аффикс падежа равнения с наречиями. Например, ХЫЗЛЫДЖА УЙКУЯ ДАЛЬЁР. ХЫЗЛЫ – это быстро, наречие. ХЫЗЛЫДЖА будет обозначать быстро или по-быстрому. ХЫЗЛЫДЖА УЙКУЯ ДАЛЬЁР. ХЫЗЛЫДЖА Он быстро или по-быстрому засыпает. Следующий пример. СЕССИЗДЖЕ ОДАЯ ГИРИЁР. СЕССИЗ – это беззвука или тихо. СЕССИЗДЖЕ будет обозначать по-тихому или беззвучно. СЕССИЗДЖЕ ОДАЯ ГИРИЁР. Он беззвучно или по-тихому входит в комнату. Кроме того, использование падежа равнения вместе с наречиями, оно как бы усиляет действие этого наречия. Следующий пример. ДЮЩЮ НДЖЕ ЛЕРИНИ АЧИКЧА ДИЛЯ ГИАТИРИЁР. Он открыто выражает свои мысли. АЧИК. Наречие у нас открыто. АЧИКЧА по-открытому. Да, как бы дословно. Открыто. По-открытому. ДЮЩ НДЖЕ ЛЕРИНИ АЧИКЧА ДИЛЯ ГИАТИРИЁР. Он открыто выражает свои мысли. Здесь тоже идет усиление действия. Именно открыто. По-открытому. Следующий вариант использования падежа равнения может означать относительно содержанию. Например. О ЯШЧА БЕНДЕН ДАГА КЮЧУК. ЯШ – это у нас возраст. Года. ЯШЧА – это будет обозначать по возрасту. Или возрастом. О ЯШЧА БЕНДЕН ДАГА КЮЧУК. Он возрастом младше меня. Как бы дословно переводится более маленький. Ну, это в турецком языке тогда правильно переводить младше меня. Или, например, О СИЗДЕН КИЛОДЖА БИРАС ДАГА ДУЩУК. Он весом или по весу немного меньше вас. КИЛО – это вес. Килограмм и вес. КИЛОДЖА будет переводиться как по весу, весом. О СИЗДЕН КИЛОДЖА БИРАС ДАГАДУЩУК. Следующий смысл, который может давать падеж равнения, имеет значение общности. Например, Сегодня мы рады всей нации. То есть, когда к слову, например, МИЛЕТ – это нация, мы добавляем аффикс падежа равнения, получаем МИЛЕТЧЕ, что будет обозначать всей нацией. То есть, при добавлении аффикса падежа равнения, он обобщает все, которое смысл имеет это слово. Нация обобщает всю нацию, охватывает как бы. И получаем Сегодня мы рады всей нации. Почему? Потому что у них Сегодня МИЛЛИ БАЙРАМ. Это официальный праздник, например. Или следующий пример. АйЛЕДЕ ИСТАМБУЛА ГИДЬЁРУС. АйЛЕ – семья. АйЛЕДЕ будет переводиться как всей семьей. То есть, в данном случае, опять же, аффикс падежа равнения охватывает полностью слово АйЛЕ – семья, и получаем всей семьей. АйЛЕДЕ ИСТАМБУЛА ГИДЬЁРУС. Мы всей семьей едем в Стамбул. Следующее использование падежа равнения. При употреблении со словами, обозначающим время или расстояние, во множественном числе, означает много или в течение. Например. БЕН СЕНИ СААТЛЕРДЖЕ БЕКЛЬЁРУ. Здесь у нас слово, которое обозначает время, в данном случае, да? СААТ – час. Если мы его используем во множественном числе, СААТЛЕР – часы, и добавляем аффикс падежа равнения, СААТЛЕРДЖЕ, это будет обозначать, что много часов, или в течение часов, получается, как бы по-русски, часами. И будет переводиться БЕН СЕНИ СААТЛЕРДЖЕ БЕКЛЬЁРУ, как я жду тебя часами, или я жду тебя много часов, в течение многих часов. Точно так же с другими словами, например, ДАКИКА, можно сказать ДАКИКАЛАРДЖЕ, это будет обозначать многими минутами, или в течение многих минут. Точно так же можно, например, ДЕНЬ ГЮНЛЕРДЖЕ, ДНЯ МЕЖДУ, или ХАВТАЛАРДЖЕ, НЕДЕЛЯ МЕЖДУ, ЕЛЛАРДЖЕ, ГОДАМИ и так далее. Следующий пример, когда мы используем с числами, например, МЕЙДАНДА, ЮЗЛЕРДЖЕ, ИНСАН, ВАР, ЮЗ – СТО, ЮЗЛЕР – СОТНИ, и ЮЗЛЕРДЖЕ, при использовании с падежом равнения, будет обозначать СОТНЯМИ. Получаем, МЕЙДАНДА, ЮЗЛЕРДЖЕ, ИНСАН, ВАР, на площади СОТНИ, то есть, МНОГО СОТЕН, ЛЮДЕЙ. Опять же, слово, как бы, обозначает МНОГО, МНОГО СОТЕН, ЛЮДЕЙ. МЕЙДАНДА, ЮЗЛЕРДЖЕ, ИНСАН, ВАР. Точно так же можно говорить, БИНЛЕРДЖЕ, Тысячами, МИЛЛЕОНЛЕРДЖЕ, МИЛЛЕОНАМИ, ОНЛАРДЖЕ, ДЕСЯТКАМИ, Или пример, АРКАДАШИМ, ЮЛЛАРДЖЕ, АЙНИ ШИРКЕ ТЕ ЧАЛЫШЬЁР, МОЙ ДРУГ, ЮЛЛАРДЖЕ, это будет переводиться, как МНОГО ЛЕТ, или В ТЕЧЕНИЕ МНОГИХ ЛЕТ, АЙНИ ШИРКЕ ТЕ ЧАЛЫШЬЁР, работает в одной и той же фирме. АРКАДАШИМ, ЮЛЛАРДЖЕ, АЙНИ ШИРКЕ ТЕ ЧАЛЫШЬЁР, И последнее значение, которое может иметь слово при использовании с аффиксом падеже равнения, это образует название языков. Это, наверное, все заметили уже давно, тогда, когда вы только начали изучать этот язык. Например, ТЮРКЧЕ образует слово ТЮРК, ТУРАК, добавляем аффикс падеже равнения и получаем турецкий, ТЮРКЧЕ или по-турецки, или АЛМАНДЖЕ, АЛМАН НЕМЕЦ, АЛМАНДЖЕ, НЕМЕЦКИЙ или по-НЕМЕЦКИ. Аналогично, ИНГЛИЗ, АнГЛИЧАНИН, ИНГЛИЗДЕ, АнГЛИЙСКИЙ или по-АНГЛИЙСКИ. Или АРАБЧЕ, АРАБ, это АРАБ, АРАБЧЕ будет арабский или по-арабски. На этом данный урок окончен. Таким образом, мы закончили серию уроков про падежи. Если вам нравится, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. До скорых встреч!